ДИСПЕРАДОС 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 Можно было остановить игру, не знаю. Мы отдали мяч в свой момент. Ладно, бывает, что? Также у вас Журавский Андрей опять отличился дублем. У него каждый матч гол, да? По статистике уже у него больше одного гола за игру. Вот было представлено недавно. Также вы говорили, в перерыве меняли схему, правильно? У вас защитник, как я заметил, центральный капитан Ермаков Данил. Он перешел на падение, помогая Журавскому Андрею. Это как раз таки сработало? Это была ваша идея или что-то другое? Отлично, хороший вопрос. Да, молодец, что следишь за динамикой игры. Да, опорника поставили Ермакова. Крайнего защитника поставили центральным защитником играть. Но можно сказать, что вообще перекрутили полностью. Я перекрутил полностью вот эту всю схему нашу. И поэтому, конечно, в центре поля хотя бы какая-то игра пошла. И какие-то передачи начали вырисовываться. Что касаемо Журавского, молодец. И наконец-таки он, надеюсь, вышел на свой уровень, который у него есть, высокий. Давно не мог поймать свою игру. Начал, слава богу, забивать. Но хочу отметить еще нашего второго нападающего, Сашу Полупанова. Он в нужный момент, слава богу, через перекладину отскоки заскочил мяч в ворота. Слава богу. Вот у него сегодня первый гол. Или, может, второй. Но, слава богу, что он тоже сегодня забил. Ага, да. Также к Скифу вопрос. Последний, наверное, в этом интервью будет. Все-таки последние моменты, да, вот вы говорили, были. Почему не удалось дожать последний штрафной? Может быть, нужно было как-то похитрее разыграть? Или у вас какая-то заготовочка, может быть, прошла бы все-таки? Ну, куда там разыгрывать? Хотя там надо было Тёме мне отдать. Очень долго я думал. Сразу бы отдал, и он в пустые бы катнул. А потом игрок уже отскочил к нему из стенки. И уже поздно было отдавать. Ну, а там до ворот-то 7 метров ворота. Сумасшедшие, большие. Куда там бей, не хочу. Молодец. Тёма там выручил. Вроде как из-под стенки выбил ему. Повезло ему. Как-то рукой там мяч чуть не залетел. Нормально. Ну, просто силы удара не хватает. Уже что, возраст? Ну, подводя итоги, матч был очень хорош с обоих сторон. Обе команды показали достаточно достойный и очень хороший, качественный футбол. Что в первом, что во втором тайме. Давай еще пару лестных слов все-таки в сторону Скифа. То, что когда я еще начинал играть в любительский футбол, когда мне было лет 18, вот Скифу было уже, мы вместе еще начинали там 6 на 6 формата. Роме, мне кажется, уже тогда уже было лет 30, как бы они уже играли в футбол. И вот до сих пор парни на отличном уровне находятся. Вот борется как бы, ну, все-таки по второй вечерине Лига, да, по силе, по городу, да. И, как говорится, всякие команды приходят как золотой и уходят. А Скиф всегда остается. Стабильность – признак мастерства. Правильно. Все. Спасибо большое.